Дагестан 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 Али Паша. Здесь свое хозяйство. Сохраняются теленки, бычки, коровы. Тяжело, в горах-то. Слово трудно здесь. Все надо сюда принести корма, сено. Все надо сюда принести. А здесь ничего нет. Сами готовят сено, кучат сами руками. Эту ферму строил где-то 4 года я здесь строил. Раньше я там внизу был, на фермах был там. Там себе сохранили коровы, бычки. Это себе строили частный свой. Сейчас у меня этой самой коровы уже нету, почти 4 штук осталось коровы. Раньше было у меня 20 голов, дуя коровы было. Теперь не могу их сохранять. Почему? Потому что я старый стал уже. Жена тоже не может дуять их. А, это лук? Да. Уращивается здесь. Пусть-то уращивается. Картофель уращивается. В этом году картофель хороший, божа получилась. Здесь картофель, да, Саветий? Нет, здесь луки было. Здесь картофель. Около 5 тонн собрали. Это было. Ушел. Картошка. А капуста так хорошо не получилось, потому что летом те самые погоды. Постоянно дожди были. Такой прохладный, такая погода. Вы знаете, вот такой, что хорошие люди стояли. Село Куруш не только самое южное в России, но и самое высококорное в Европе. Здесь, в зоне альпийских лугов, уже не растут деревья, а облака находятся не вверху, а внизу. Несмотря на труднодоступность, Куруш становится все более популярным у туристов. Здесь самая высокая в Дагестане гора. Самый высокий водопад и сложнейшие альпинистские маршруты. Жена тоже не может дуять их. Так не могу их сохранять. Не выгодно. Государству тоже ничего не вредает, не помогает? Нет, ничего. Государству ничего. Никакой помощи от государства нет. И некоторые здесь покупают мясо, покупают, честь резят. Некоторые живые покупают. 450 рублей мясо продают, мы здесь. Это честь мяса. А живые, когда извечивают, продают 225 рублей. Если же полностью набирать. Да. Да, да. Здесь мясо вкуснее, чем... Конечно, альпийские луги здесь вкуснее. Почему вкуснее, как это? Потому что здесь трава такая сильная, трава, жирная такая сильная трава. Разные травы много, разные цветы много из-за этого. Это тяжелое место. Вы же в селе живете, да? Куршу живете. Да, в селе живете. Ну, тяжелое место здесь. Вы не спереехать не хотите? Да даже ни разу не хочу. Вообще не думали. Вообще, если я с мужем, то другой проблемы не будет. Даже годами не уходят. Я знаю, болеет. А когда не спускает. В городе? Два-три дня, когда обратно приедет сюда, болеет. И так я не хочу спускаться вниз. А дети? Дети там внизу есть. Они внизу живут, да? Внизу живут и здесь. Разные они. Приезжают, помогают? Помогают. Время, когда помощь надо будет, помогают сам. Приедет ко мне, помогает. Это все сами строили? Да, сами строили. Да не могла заканчивать. Я заболел. Ведь осталось мне, которые будут там красить. Надо что-нибудь. Пол надо сделать. Не могла я заболел. Как вы думаете, вообще городские жители отличаются от горных? Конечно, отличаются. Чем? Городские люди. Кто в городе живет, они ниже, чем мы. Как мы, так, такой трудоспособности у них нет. Невинные. А мы всякие тяжелости, всякие проблемы терпим. Они не могут терпить. Холод терпит. Будет труд терпит. Они не могут такие труды терпить. Это последнее время переселение уже часто переселяется. А с чем это связано? Каждый год, два, три, пять хозяйств так переселяется. Не хочешь здесь жить? Город хочу все. А, наоборот, внизу ходят? Внизу ходят. А это, которые дома строят, они думают, туристы приедут. Что там что-нибудь отдыхают. Они что-нибудь, деньги зарабатывают. За это время. Это время не явление. А я думал, наоборот, сюда все съезжают. Не, не. Отсюда. В этом году опять хозяйство переселится, по-моему, да? Да. А, уже вниз? Вниз полно переселяется. Сюда даже. Кому нужно мы здесь жить? Кто нам заставляет здесь жить? Мы сами живем. Сам хочется переселиться. Такого высота жить тоже нелегко. Некоторые могут на меня обидеться, потому что я вот сейчас видел в городе очень много ребят, вот дети, да, они часто болеют. Потому что там они употребляют все это, химикатами они кормятся. Через, думаю, поколение... Натурал ничего не кучают они. Здесь все натуралные. Хлеб натуралный делать, сыр натуралный, масло натуралное, мясо натуралное. Чтобы сохранить память о том, как жили курушцы в старину, одна из местных семей решила создать небольшой этнический музей. Сейчас в однокомнатном домике на окраине воссоздан интерьер, в котором веками жили обычные лесгинские семьи. Здесь можно увидеть полую внутри цельную козью шкуру, бурдюк для сыра, который при таком хранении долго оставался свежим, деревянную колыбель, ручной предельный станок, вполне, кстати, рабочий. Специально музей еще не открыли, но туристы уже приходят, интересуются. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok